И находя в обрезании что-то важное, обрезывались по обращении к вере. Посему говорит, что это нисколько не содействует вере. Ничего, молчание? Комментарий какой, который надо? Еще читать? Главу стих только повтори. Первая Коринфянам, седьмая глава, шестнадцатый, семнадцатый стихи, перед этим читали. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как и Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся. То есть говорили о семье, о мужа, жене, об их отношениях, и переходит к церкви апостол. Ну, будем так говорить. Это же было как будто толкование на слова Господни. Но так как это говорил апостол, облеченный Духом Святым, то это уже стало Священным Писанием. Но тогда-то еще не было его Священного Писания. Это он только говорит, впервые пишет послание к Орифинам. И на вопросы, которые поднимались в церкви, он отвечает словами Иисуса Христа, Господа нашего. Ну, а потом дальше прибавляет еще разъяснение о том, как и другим себя вести, не только мужа и жены. Я по свежему следую. Андрея Токураева выставили мой ролик, и люди-то там разделились. А у него заходишь, вот, живой журнал называется. Один выступает, там сказал, несколько обругал, другой говорит, добрый, там наш ролик смотрит, который я об Андрея говорю. Третий, четвертый, уже 340 человек. А бывает и тот же самый-то. Ну, и Андрей-то сказал добро, о котором плохо-то говорили, они утихли, теперь еще раз вернулись. Я говорю, что там дед такой говорит-то, гонит в какую-то пургу-то. Я решил, но, говорит, не выключил, по дому-то хожу, слышу, он говорит, да постой. Я бросил все дело-то, нет, что-то тут не то. Не так прост дед, говорит, здесь. И до конца дослушал, так он же правду говорит. И Андрей-то это когда сказал, они тогда разворачиваются назад, и все, отзывается, отзывается. И теперь они потянулись на мой форум. У меня на форуме было самое большое, даже ниже 200 спустилось один раз. Ну, 200. Тут сразу 500. Это 300 человек пришло, новеньких-то. Ну, они же, а видно, что они там хватают друг друга, не знают, и на Андрея. А на форум-то пришли. Тишина. 200 человек сидят, обедают и тихо. Заглянули. А что они молчат-то? Ничего нет. А две нашли, так, а там по делу говорят. Вот одна Валентина какая-то начинает говорить, и видно, по делу говорит. Еще один зашел, там Филипп какой-то, тоже начал говорить, тоже по делу. А там другой выступает, ему ответил. И они сейчас у меня трое, наверное, из 300 остались. А ежедневно все меньше и меньше стало. Ну, еще пока за 300 забирает. И все. Почему они стали хулиганить, как там? А я ни разу не выступил, ничего не говорю, но наблюдаю. У меня три условия. Пока он не хулит Христа, не хулит Библии, не хулит Церковь. А меня только, мне нужды никакой нет. Но если начинает он Церковь хулить, я без предупреждения его попашу выйти из-за стола. Обстановка сама. Он зашел сюда, я говорю, а почему? А тут никак нельзя. Ну, заходит, тут с грязными ногами, тут шлепают, аж шметки. А зашли, ковры такие, он стоит, я говорю, что ты не делаешь? Так у вас же ковры здесь наслано. Вот это-то и есть. Это образ жизни наш. Мы запах сживительный на жизнь и запах смертоносный на смерть. Я сейчас зашел в интернет, и ребятам говорю, вы понимаете, что это делается-то? Это его люди зашли, от него эти пришли. А теперь уже в следующую страницу они отзываются. Вот когда я их о Москве сказал-то, а у нас отзывы-то обо мне совершенно другие, которые вначале были. Он климат там создает. Ну, я тогда маленько и сказал. Да сказал-то здесь уже. Вот примени к тобой, что сказал. Вот я хотел еще сказать здесь вот об апостоле Петре, когда у них с апостолом Павлом случились там некоторые как бы разногласия, так все подумали. Но на самом деле они как бы один другого поддержал. Когда Петр к вернувшимся братьям иудейским, а он был как раз, они были там в пределах уже римской, там в Греции, в Малой Азии. И он с братьями начал уединяться с иудеями. И только с ними питался, ну видать, кошерной пищей. А язычники как бы уже в стороне. Ну и апостол Павел вот как бы все это пометует, все-таки сам иконный апостол. И он говорит, даже, говорит, Петр, и то я ему противостал, когда он начал... Игорь, не о пище, а с ними за стол сел с иудыщиками-то. Там написано, ел с братьями, ел, ел. А что мы не знаем, тут не надо добавлять. Вот какая штука-то. Ну как и коммунизм создал, он его ткнул, какая-то заварушка, говорит, была. Ну один там в Тайге был, встретился уже через 30-то. А революция прошла, он не знал, говорит, там, говорит, какая-то заварушка в Питере была. Старая расстреляли уже, храмы разрушили, заварушка была. Вот тут надо понять это все. У меня разумение это пришло в мое темечко, когда я Златоуста прочитал толкование. Оба поступили правильно, но Павел отвоевал нам свободу. Мы ни перед кем не должны уступать, Слово Божие, никому не отдавать. За то, что утаился, ел с язычниками, ел, написано, ел. А что ел, кошерно, не кошерно, не знаем мы. Вот с ними за стол нельзя было. А чего волка тут у нас забунтовал тогда? Патриарха увидели, Алексей Второй, и с Лавром сидят вместе за столом-то. А они ушли от нас-то. Бунт прямо устроили. Да мало того, в светном виде фотографии сделали, людям раздавали. Вот доказательства, вот смотрите, смотрите, что делается на белом свете. С патриархом Алексеем сидят за одним столом. Ухожу из этой общины от нас. Ну и ушел еще дальше. И больше у него ничего нет. Только один рассказ остался. Как я ушел, почему ушел из Крестовозвиженской общины. Это последнее, что у него было, написал. Десять лет, ни одной строчки нигде нет. А что он напишет? Как дети рождались. Да. И вот призванный, кто не обрезанным, не обрезывайся. Ну вспоминаем сразу. Деяние 15 глава. Первый собор апостольский состоялся. Где пришли иудеи и сказали, а как так язычники не обрезываются? Это что такое? Обрезание было всегда. Это спасительно от Бога. Но апостол Павел с братьями, искренними христианами, восстал против этого. И они там письмо для язычников, для уверовавших написали. И там было написано как раз, чтобы обрезание не было. Не обрезано. И как раз в подтверждение этого 19 стиха. Обрезание ничто. И не обрезание ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. И толкование блаженного Павелка. Везде, говорит, вместе с верой требуется исполнение добродетели. А все прочее или мало, или вовсе не требуется. Как вы, братья, знаете, что обрезание было прообразом крещения. И здесь упор-то ставится на что? Что на сегодняшний день пишется раньше обрезание ничто, не обрезание ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Сейчас сказать, что крещение ничто и не крещение ничто, так мы не скажем. Но сказать, что все в соблюдении заповедей Божьих, это нужно подчеркнуть. Потому что бывает не крещеный человек, но добродетели творит, дай Бог, крещеному так же. А бывает человек покрестился, как вот вчера с Сергеем, как, Козлов, дай у него фамилия-то? Парализованный. Да, да, Козлов. Как он, на его, ешь, житие, он сам себе охарактеризовался. Там его, когда он всегда тихо на чем-то встал, и многие от него отвернулись, и там на него ты в прелести, в прелести на него. Он, какая прелесть, я лежу, у меня такие боли, говорит, страшные, он навалит, прелесть. И он про себя пишет, житие Сергея Козлова, как бы, или что там, окрестился, окормился, прельстился. Вот все слова, я так понял. Я ему сказал, что восторговление, окормление, каноническая территория, это живые слова. Ничего этого нету. Он отцерковился, прелестился. Вчера там как раз говорит священник, кому он сказал, Михаилу или кому, или этому, Володе уехал. Это каноническая территория, Поп, говорит. Какое ты имеешь право проповедовать? Это тебе, наверное, да, Михаилу. Я говорю, ну а ты не пядься перед ним, перед Попом, да ты скажи, я понял тебя, что без вас никуда нельзя. А теперь, Поп, я сижу в помещении, тут что ты покажешь-то? В лесу медведь сколько лапами достанет, дерет, а другой подойдет, достать не может, кору-то, я меньше, надо уходить, это его территория. Иначе худо придется. Если собака, она ногу поднимает как можно выше, где моча, вторая подошла, ногу подняла, ну не хватает ноги-то. Она же не кверх, на спину лечь не может. А человек-то как метит? Ну чем ты там? Объясни. Выйди на улицу, покажи, где твоя каноническая территория. Вот местом, еписком, допустим, говорит, это моя каноническая территория. Я говорю, давай к нам сюда рядом. Так, это попадает вот этот дом двухэтажный деревянный? Ну да. А вот этот? Тоже ну да. Так, ты хоть раз был в нем? Нет. А хоть один твой приближенный был, не был? А ты знаешь, что вот здесь вот двое повесили уже. А вот здесь вот трое сидят. А вот этот рядом дом, который из тюрьмы не выходит. Это твои? Так твоя или не твоя? Да ты же окаянный преступник. Это твои подчиненные. Тебя немедленно к стенке ставить надо. Развратник. Он теперь от слова канонический начинает говорить, бац, и говорит, стой, ты расписался, что это твоя территория. Это тебе вверенное войско заработать. Тебе вверенная больница. У тебя одни покойники гниют на кроватях, под кроватями это. Ты преступник. Это твоя территория. То есть твоя область, твой удел, который дали. Ты трудился над ним? Нет. Вот мой удел, Павел говорит. Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Наследие мое приятно для меня. Я глянусь. Это мои дети. Мои дети. Я могу их показать? Покажи ты. Он ни одного не может показать. Вот он что, пленки слушал. Кассеты, когда на катушках были. Вот Михаил. И по ним он не знал, кто говорит. А там затертые, даже не такие были дети. Потом книжка попала. А там написано Лапкин. Он читает, слова-то сходятся. И он мне звонит по телефону. А то не вы будете. Ну я что дальше? Вот я думал приехать в гости. А зачем ехать-то? Сиди дома там, читай книжки. Он так удивился, говорит. Как это меняет? Я же хочу. А мы не вербуем, не тянем. Так было? Так, так было. Вот так. А потом, потом. Утихнулся, еще раз попросился. А потом. Третий раз приехал, принял крещение. А теперь такое гоняние на него. Долбят канонические негодяи. Пусть он покажет на этой канонической территории. Дома, которые стоят. Тебе, тебе. Покажи в одном доме, где ты был в одной квартире. В одной хотя бы. А если ты был, ты кого-то приобрел или нет. Иеговисты могут сказать, это его каноническая территория. Ему это выделили. Большая баптистская община. Они разбили город Алматы на 4 части. К примеру, это в прошлые годы было. При Смитеру. Каждый дом. Вот сколько тебе надо помощников? Он все посмотрел на карте. На сколько мне? Помощников 50 надо будет. По кварталам разбить. Вот так. А потом по домам. Каждому. Как занимайтесь? Вот твоя каноническая территория. И каждую неделю будешь давать отчет. Вот это я понимаю работа. А здесь ничего нет. Он сидит, написал и успокоился. Патриарх просто кричит. Православие-то фактически никакого нет. Один шаманизм травит и больше нет ничего. Совершенно люди Бога не знают. И то, что они даже собираются, занимаются, это пустая фелькина грамота. Люди остаются те же самые. Они такие же злобные, та же кидаются. Ни одного слова доказать не могут. Вот вчера один и говорит, ну хоть слово-то докажите на лапкино-то. Лулайте, мекайте. Ну хоть одно-то слово-то скажите, где, в каком месте. Ни один, нигде, ничего нет. Я понял, что мы никто. Но главное, к нам пришли, все молчат. А я вижу цифры-то. На 300 человек больше. Это без обмана. Это которые зарегистрировались. А не зарегистрировались-то. Их больше было, наверное. Нет, это посещение. А с другой стороны, вот сейчас в Красноярске опять сменился епископ. Они меняют, как женщины, перчатки, дамы, этих епископов. И его спрашивают. Ну, это мама уже, она там у меня завсегдота везде. И у нее там много этих знакомых. Они воцерковленные все. И они там созваниваются, они рассказывают. Вот, говорит, были на встрече с епископом. Такие вопросы ему задавали. Он так хорошо отвечал. И так прям нам понравился его один ответ. Ему задают вопрос. А как же вот сейчас у нас тут был один, а вот сейчас вот вы сюда приехали. Почему же, говорит, вот так смены-то происходят от епископов быстро. А он отвечает. А мы кто такие епископы? Мы, как воины. Нас куда патриарх послал, туда мы и пошли. Послал. А теперь мы читаем каноны. Там 40-й канон. Ну, где-то апостольские правила. 40-й там, ну, сейчас, может быть, ошибусь. Говорит о канонической территории епископа. И там написано так. Даже если тебя будут уговаривать епископа, целым собором епископов, и то лучше не согласиться поменять место своего служения. Как бы не согрешить тебя, когда ты потеряешь. А тут послал патриарх, воины они какие-то, солдаты. Ничего этого нету. А вот когда нужно им что-то подобрать, человека, они тут найдут какой-то канон, какую-то зацепочку. Так правильно. Они епископы-то были в каждом крупном населенном пункте. А сейчас что? Пол Алтайской, ой, пол Сибири отхватил, Томский, всея Сибири. Ишимский, всея Сибири. Ну здорово живешь. А не запутаются ноги-то плестись вокруг всех селений? И конечно никто нигде не успевает. Вот наш, допустим, был Евтихий епископ. Всея Сибири Ишимский. Ну и что? Сколько он у нас раз был и задержался? Ни разу не задержался, чтобы вот так сказал. Братья, на завтра соберетесь, я с вами познакомлюсь, вот так встану, в глаза в глаза, вы мне родные и близкие. Как было? Ой, некогда, некогда, быстрее посошок, потеряевку, из потеряевки, быстро его на поезд и опять куда-то погнал. Опять в Владивосток. Хорошо, что хоть через море плавать не надо было. Правильно? А если теперь в каждое селение епископа посадить? Как было раньше это? Ходить-то было тяжело, не у каждого конь-то было. Это дорогостоящее занятие. Апостол Павел говорит, я родил, а родил это кто отец? Авраам родил Исааком. Где ты не видел в семье, чтобы отца меняли? Это когда жена блудница, бэ, и она меняет мужей. Вы сами-то подговорились, куда? Воина направляет где-то, это духовное поприще. Но не от людей же отрывать. Ты же отец. Люди привыкли к тебе. Ты только начал звучать, и бац, его скинули. Которого от священника вообще вот так кидают. Я об этом написал митрополиту Виталию. А у меня в писанном виде его рукой написано. Письмо что-то за целое. Он говорит, а у нас не трогают их. Они на своих приходах умирают, священники. Вот и все. А сейчас, допустим, мы вошли в патриархию. Если вошли, батюшки, они затражены. Он его переводит в Завьялово. Все. Деревни нету. И мое разницы нет. А он в Завьялово, он его подальше куда-нибудь еще. В Табуны. Даже в своем крае он, епископ. Он его загонит в угол. Угловский район. Как раз такой район подходящий. А тут никто не трогает. Сейчас какой-то устав Михаил привез он. И по этому уставу, вроде бы, они теперь зарубежная церковь ликвидирована, а вошла в патриархию, и уже соединились они все. Я говорю, ты откуда это взял-то? Да вот теперь их... Ну покажи, не может этого быть. Как это так? Это же не что-то. Я должен соглашаться. Если только признать акт о каноническом признании, акт, и то батюшка два раза в Америке был. Общепастерское собрание и общезарубежное. Признание. А так, чтобы влились, отдали руководству. Да нет, это автономно совершенно. И название осталось тоже зарубежное. Они ни в чем не подчиняются патриарху. Совершенно. И не советуются. Нет. При рукоположении, рукоположении, говорю, ну когда первосвятителям столько одного. Не епископа. Епископов сами ставят. А вот, что он первосвятитель, вот умер Лавра, а сейчас этого. Тогда он должен утвердить патриарх. Да у них уже записывалось. Ну его избрали здесь. А патриарх сказал, а я его не хочу. Он не пойдет на это. Не хочу, они могут в один день отложиться от него и все. Они тоже знают, где-то маленько кости в горло не пролазят. Сегодняшняя ситуация такая. Открыли. Ничего. Устав. Да это черный твой устав-то. Устав, который ущемляет все права. Допустим, сейчас пришел епископ, мы сейчас по этому, Сергию подчинились. Вот сейчас приходит, так, кто старостый, Игнатий. Так, убираю. Кубайкина будет старостой. Все. И никуда ты не денешься. Так, а ты кто? Это ты, позначей-то. Вон она сидит. Так, позначаем будешь ты. Все. Как пенсятники. У тебя картонный ум, другого избираем. Они устав приняли. Георгий-то Титов-то ушел-то не случайно от них. Он перешел к Агафангелу. В научном городке. Когда устав приняли, избранный из церковных совета, он одни махом спихнул и все. Так, обосновывай. Чем ты обосновал? Ничем не надо. У меня власть дана, и я самодурствую. А новый устав? Да как же устав? А кто его принял? Когда? Да вы его приняли-то в этом году. Ну, в тот день, когда принимали-то. Его не было, это устав. Ну, совершенно диктатура. Самодура. Ну, и дальше что? До чего докатимся? До антихриста? У нас тут оно свободно. Каждый старосты на три года, остальные на год проголосовали. Общим голосованием. Все, демократические выборы-то. Мы их знаем. Претензий никаких нет. Секретарь у нас одна и то же. Она все знает. Претензий нет. Наблюдатели. Они даже не слыхали, что это такое. У них задача только одна. Свернуть нам голову. У них другой задачи нет. Вообще. Ну, допустим, они меня приняли сейчас. Я, вот теперь он до мной власть имеет. Я тебе запрещаю. Ни одной книги, чтобы не было. Все кончилось. А сегодня мы недоступны для них. Он ничего не может сделать. Ну, он может сделать. Келлера послать там, допустим. Я так к примеру говорю. А то еще меня за язык потянут. Вот. Мы находимся в невиданной свободе. Когда близко познакомиться со священниками. А священников бывает много. И они все до одного. Я говорю, вы все одинаково? Да. Как Андрей Кураев. Мы так же. Мы все завидуем вам. Какая у вас свобода. Вы едете, проповедуете. И вас никто не ущемляет. Собираетесь средствами. Побуждаете людей жертвовать. Приезжают. Мы ничего этого не можем делать. На каждый пых-тых-пух-тук. Все, благословись пойди. Но это не годится. Вообще, свобода отец-то полностью. Я не как одуревшую. Чумные. Выходят, благословив, благословив, благословив. Головой крутят. Я говорю, какой я тебе благословил? А кто благословил? Да Христос сказал, идите по всему миру. Этого недостаточно. Как? Христа недостаточно? Так она, наверное, Россию потеряла. Еще же она потеряла. Так это апостолам сказано. Нигде не написано. Апостолы были в Иерусалиме. А рассеявшиеся благоествовали. Деяния апостола. 8 глава, 4 стих. Златоуз говорит, если вы не будете трудиться, я один ничего не успею. Слышанные от меня дома и дети всем говорили, я рабам и свободным. Они ничего не знают. Самое позорное, что сегодня есть у нас на земле, наверное, это патриархия. Все спарило. Жамахерия. Дамастская. Ливийская. А мне говорят, что такое жамахерия? А я говорю, а такая давно не выхлопанная мягкая тряпка в гнезде у куриц. На ней курицы делятся. А у них это народное собрание. Ну ни одного слова нельзя решить. Он сразу, стоп, я тебя не разрешаю, юридик. И каждое слово. Он говорит. Так, подождите. Андрей ошибается. Раз в свою сторону. Ну то объясни так, не дави на своем. Андрей не доказал, а ты тоже не доказал. У нас сейчас с батюшкой был небольшой разговор. Мы сидим и едим рыбу. А рыбу нам привез окуня и вчера, Сережа, где ты их взял? Ну, знакомый человек наловил. Хорошая. Ох, это хорошая рыба-то. Ну, не приедается. А батюшка зашел, не знаю, то ли ему захотелось, то ли показать. А рыбу-то нельзя есть сейчас. А почему, батюшка, нельзя? А до Николина дня только 19, а потом нельзя. Я говорю, и по какому это уставу? А в каждом календаре написано. А в календаре-то кто написал-то? Календари-то вы пускаете. В календаре ты должен сослать. Устав такой-то, глава такая-то, тогда-то так. Я говорю, до Николина дня, кроме понедельника, или даже среды, пятницы, нельзя. А после Николиного дня, в субботу, воскресенье, открой к истину православия. Там написано, какая глава, какой большой устав. А что за большой устав? Тот, по которому жила вся Россия. И ни год, ни два жила, 900 лет. С него все, не по ушам. Покажи мне в твоем календаре напечатание. Кто напечатал-то? И в тихий напечатал. Он другого напечатал. Ну тот-то должен основание показать. Обоснование-то. Я работал с этими, которые на церковном славянском напечатанные были. Тогда еще, может быть, 300 лет назад. Я работал почти с архивами. И оттуда выписал. Ну, батюшка пошел, рыбы не дали. Может, поешь что-нибудь? Нет, ты живи по своему уставу, который ни с чем не обоснован. Понятно, что я сказал. Эти люди, они не могут отличить священное от несвященного и чистое от нечистого. И поэтому они начинают это чем-то подкреплять. Вот, допустим, очень часто вот сейчас вот сестры приходят и там говорят, а где там Татьяна звонила? Помните у нас там вот с этой, такая же дочка у нее инвалид? Да. Ну и что она там звонит? Она вот звонит. А паспорта надо получать или не надо? Вот, значит, священникам сейчас везде дано там задание Московской Патриархии. Вот эти все разговоры об антихристе, об этих чипах полностью отметать людей. И люди приходят к ним там и, а вот тут штрих-коды, они говорят, да ничего этого нету, все благословлено уже под Патриархом Кириллом, все спокойно берите, штрих-коды это не антихрист, все говорят, а людям нужно же дальше получать острые ощущения, будем так говорить. Адреналин, сейчас говорят такое слово. И вот они начинают искать, а кто нас поддержит? Кто? Посчитай его. Да, конечно, Игнатий Тихонович поддержит. И начинают по общине теперь шариться. По общине, это на меня вчера, вы знаете, Игнатий, он там с этими чипами, он говорит, что кто чипы, тот не спасется. Совершенно наоборот. Я наоборот говорю. Патриархи, вот отсюда, досчитай, Филиппов пост. Второй пост по продолжительности, Рождественский или Филиппов. Начало с 27 ноября. Даты все по новому стилю. И по 6 января включительно. Уже в 4-5 веках церковная практика знает все 4 поста. С 12 века постной пищей стала считаться рыба. Хотя древние христиане постились намного строже. Всякая радость считалась нарушением поста. И даже церковное лапзание мира, по словам Тертулиана, во 2-3 веке же, считалась с постом несовместимым. Во все среды и пятницы в течение года пост строгий, как великий пост. Но в отдельные среды и пятницы разрешено есть рыбу. Или только и лей, что ниже будет подробно указано. Сплошные седмицы. Пасхальная. Следующая за Пятидесятницы, то есть за днем Троицына, святки от Рождества Христова до Крещения, кроме Бога Явленского Сочельника, седмицы мытаря и фарисея и сырная масленица. Сплошные. В рождественский пост, устав большой, глава 32. Какая 32? Пожалуйста. От дня святого Филиппа, 28 ноября, до дня святого Николы Чудотворца, 19 декабря, в понедельник, в среду, пятницу, сухоядение. Во вторник и в четверг, в субботу, и в воскресенье разрешается рыба. От дня же Николы до Рождества Христова, в субботу и в воскресенье рыба. Во вторник и в четверг, вареное с маслом, вино, пяти ем. На Маканон, лист 83, и неупоминание о Рождественском посте встречается в IV веке. В Росе Медиаланский, Августин, Папа Лев. Ян Златоустов. Я работал с этим материалом, и все чисто, переводил на эти числа, по новому стилю. И они, ну, старые-старые книги. Баршор, устав, глава такая. Нет, наоборот, мы сступим к православному. Так, пошли дальше. 20-21 стихи, 7 глава, 1 Кориевского послания апостола Савла. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Толкование, блаженный Феофилат, в том звании, в котором призван. Толкование на это. То есть, в каком роде жизни, и в каком чине, и состоянии ты уверовал, в том и оставайся. Ибо под призванием, разумеет, приведение к вере. Рабом ли ты был, принял веру? Не беспокойся, не смущайся. Ибо рабство вовсе не вредит тебе. Так, что если бы ты мог сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Цитата. А как же написано? В том же оставайся, а тут воспользуйся. Жертвуй собой для пользы другим. В каком звании призван? Оставайся, а тут, говорит, воспользуйся, поменяй статус. Так свободно. Это не сходится. Если... Лучшим написано. Лучшим. То есть для того, чтобы от веры в веру человек не оставался на одном месте. Оставайся. Если это возможно, то лучшим воспользуйся. Если ты в рабстве можешь дальше совершенствовать свою духовную жизнь, то... А если нет, ну... Значит, лучшим воспользуйся. Не станем... В том же оставайся. Оставайся. Как будто оставайся, означает, и не мыкайся, и не двигайся. Оставайся рабом, и никогда не думай о свободе. Ну, это... Мне кажется, другой смысл заводен. Нет, здесь нет. Оставайся при той мысли, а не только в том звании, что тебе это не повредит. Вот у нас девчонки сидят на кресле в школе, вот в этой, к истинном православии, такие красивые наши. Ты говоришь, ой, ангелочки. А другого увидела. Это что, в деревне так все одеваются? Да это голову все сопреют, и то другое. А та говорит, так покрывать себя. Вы знаете, что как покрывается? Бык покрыл корову. Так ахнешь. А другой говорит, да ты вся попутанная там на блуде, то у тебя ничего в башке больше нету. Куда ты залезла? На какой страницу-то? Корова будущая. Ну, конечно, слово смирение другое означает. Но она не покоряется, ты смири ее. Вот сегодня маленькая у нас девочка тут ревет, батюшка даже не стал прищищать. Но она еще ревет, а она сытая, будто одета. Я сказал, как ревешь, мимо проходишь, мне, вот давай сюда меня закрывай с ней. И она, вот я просто остаюсь с ней, она орет. Я в ту комнату, мать оттуда, уходи. Она как обозлилась, вот такая махонька-то. Я дверь закрыл, там свет у нее горит в комнате, в детской-то. А она, мать-то, не рядом. Она ничего не может, орет. Теперь берет стул и стулом бьет, стулом бьет в дверь. Ну, я тогда зашел и начал с ней уже построже. Я только, она как кулаками начала молотить-то. А когда здесь была, она у меня в бороду сцепилась руками-то, по лесу бьет. Я, говорится, уговорил. А она села. Села, и полная молот, тишина. А мать-то стоит здесь, она беременная. Я говорю, ну еще, а этому причастнику-то отцу-то уже просвор, еще не проживал, идет, живет и летит сюда. Я говорю, ты чего шалил-то? И не молись. Еще просвор не проглотил, и с одним запурхались. А у нас в семье их 10 детей было, и отец бы бегал там за каждым ребенком. Плачет, не плачет, никто внимания никогда не обратит. Почему? Курятник-то большой. И вся девчонка замолкла и до конца сидела. Это испортили. Вы испортили-то. Я знаю, больные вот таким недостатком, кого я знал только из детей, какой у ребенка, все до одного злые. Вспомните, у Бруяка Тани была Шестакова, это, Панкративна. Помните? Хорошо. Одинаковые. Поэтому дети с таким недостатком физическим нуждаются в особой строгости и внимании. Они будут презираемы, когда вырастет парнем, там то другое, потому что дефект очень известный, и ей нужно качество доброты приобретать максимальное, чтобы добротой она покрыла этот недостаток, и ее не забортовали. Я уж не один раз это говорил. Да нет, с годами это уйдет, это уйдет, там ничего, это не уйдет. Вы не трожьте. К врачам повезли, врачи вначале делать операции, еще хуже получилось. У других, я знаю, совсем плохо получилось. Но парень-то то с ногой было дело, то он мастеровой такой, он сделал пистолет, зашел на предприятие, где директор там, и сам себе пулю в лоб. Две операции сделали, нога вот настолько уже стала короче. Потому что интересно. А мать его, мать его, кажется, родная сестра батюшкиной тещи. И она где-то убирает предприятие, а в это время он заходит к директору и стреляется. А мать там в другом конце города убирает. И как только он в это, видимо, выстрел, выстрел-то, она на другом конце города. Она вот так вот упала, зарыдала, ей-то что-то забыл, тетя Фрося, или... Да что с вами? Не знаю, девчонки, не знаю, что со мной делается? Как мать могла узнать-то? А потом проходит сколько-то времени, ей звонят, кто там, Митя или кто застрелился. Мы знали, хороший мой пацан был такой. Обольстили его. И достаточно небольшой. Я ходил с тросточкой, нога покороче, как у Львов Петровна у нас. Ну, ведь ходит же. Люди бывают с одной ногой, бывают без ноги. Обольстили, а ничего нету. И решил тогда лучше не жить. А такой мастер был, все это ремонтировал, там эти холодильники, тогда все. Ну, вот у человека без Христа все самые лучшие начинания заканчиваются всегда адской тропой. Ну, вот возьмем сейчас про рабство, говорит апостол Павел. Апостол Павел направляет каждого человека, любую человеческую душу к миру. К миру со Христом, к миру с Господом Богом. К миру со своей душой он направляет. Вот взять, допустим, о рабах эту историю. Чем все закончилось? Ну, до рабов, да, рабы это было притеснение, там всегда вот все освобождались, они освобождались, всегда это, всегда это были какие-то войны. И в конечном итоге последняя война вот в середине 19 века в Америке унесла миллион жизней. Они бились за рабов. Они неверующие были, ну, может, кто-то там и был верующий, решили их освободить таким способом. А если бы раб каждый уверовал вот в эти строчки, которые апостол Павел нам оставил, то не надо было никого убивать. Благими надеждами, говорит, делами устелен путь в ад. А у нас должна быть надежда на Иисуса Христа, а не на человечество. Вы знаете, о рабстве написана какая книга? Как называется? Об этом моменте, о чем он рассказывает в Америке. Женщина написала. Да, унесенное ветром. А? Унесенное ветром. Ну, вот об этом-то. Кто знает, какая книга? Популярная такая, детям ее советуют. Хижина дяди Тома. А кто написал? Бичер Стоун. Так ее в Советском Союзе издавали все время с большими купюрами, с сокращениями. Вы, если будет возможность, возьмите где-то эту книгу, почитайте это. Это поистине христианская книга. Как можно быть счастливым и в рабстве, о чем он говорит. Славить Бога, Христа. А эти места, они все коммунисты выбрасывают. Кажется, я знаю, за советское время две книги только были, которые полностью выпущены. А может даже и они не полностью. Это Яна Амус Каменский, великая дидактика. Сложно. И второе, балавариане, Грузии, Грузия выпустила. Так мы, когда узнали, что ее продают, тогда где мы деньги брали, я не знаю. Это цена была. И мы ее целиком сметали с прилавков и людям дарили. Это житие Святого Орла, Моя Сафа, прям перепечатанная. Очень хорошая. Балавариане. Грузинская Академия наук выпустила. Ну, еще было про Григорию Сковорода, но она там не полностью. Философ украинский был. Очень сильный. Духовный брат. Эти я желаю, чтобы все с этими книгами ознакомились. Три книги. Не пожалеете. Ну, вот еще вопрос есть вот один. Вот в каком звании тут написано и чину ты прибыл. То есть какая у тебя была в миру какой ты должностью пользовался. И вот очень часто христиане приходили военачальники. И вот допустим возьмем Александра Невского. Все Александра Невских храмов понастроили Александру Невскому. А это же полное несоответствие ни истории ни житиям святым. Он не Александр а Алексий. Потому что он схему принял за 15 дней до своей смерти он возвращался из Монголии там татарии этой золотой орды и был там отравлен ну как считается что-то может быть заразился какой-то лихорадкой там болотной. но он начал умирать и другого ничего он не смог придумать Александр этот Невский как покаяться во всем что он наделал и принять схему ну уж беспокойство никак не обошлось он же людей убивал сколько он там рыцарей этих вот утопил много рыцарей да там двух утопил достаточно уже участвовал в боевых действиях да смелый был сильный меч острый но призван был в этом звании в чину в этом военачальника а должен был уйти другим почему у нас день написано рождение смерти лучше чем день рождения и у нас многие не знают люди об этом очень многие а кто считал канон Александру Невскому кто считал канон ну канон ну как можно канон Николича Дотворцев канон Ангелу Хранителю канон Богородица почитайте там трудно найти хоть одно правильное слово выдумка все от юности твоей я возлюбил монашеское житие как возлюбил это воин был он вихтовал он что мог стрела он воин был и какой воин был прекрасный от юности возлюбил скакать на коне стрелять защищать любимую родину людей примерять нигде там не написано это все выдумали монахи они всех подтягивают к себе меня спрашивают а вы что Александра Невского не почитаете я его совершенно не признаю даже как же так а как храм его так неправильно он принял всем Алексей вот этого я признаю я его знаю ну и у нас это очень много перекосов этих очень перегибов взять Георгия ну давай я напомнить хочу Владимир Красное Солнышко ну понятно креститель он Василий а в крещении Василий ну такая же да ну то есть вот это мы видим часто очень и вот берем Георгия Победоносца а ведь чем заканчивалось у него вот Андрей Статилат там и 2000 там у него было 590 воинов и они как-то так там вообще интересно было уверовал он во Христа и они идут на персидское войско и он говорит им речь они говорят все отвечают ему воины его ну римские воины то есть они надо представлять их не как богатыри русские в римских доспехах стоят легионеры ну понятно они машины для убийства они говорят уверуем тогда если вот чудо явится мы этих 20 персов перебьем нашей вот этой дружиной ну там 2,5 тысячи да такого быть не может задавят же числом шапками как говорится закидаем не 20 а 20 тысяч ну 20 тысяч да этих персов да что 20 человек ясно и они бьются с ними и побеждают у них потерь нету они победили обратили в бедство все и они говорят все теперь веруем и отказались напрочь дальше императору служить воинами ну что об этом никто не напишет и вот они идут за ними гонится 10-тысячный отряд они сначала уходят ну видать что помолиться не то что они боялись они уходят в какое-то ущелье забиваются специально где выхода нету и написано эти ворвались туда как хищные волки и начали посекать им головы и падали говорит их головы как увядшие листья с деревья всех перепластали убили чтобы не было даже слуху об этом у нас сейчас этим занимаются монахи священники епископы патриархи замазали полностью ничего не видно где Андрей Стратилатик кто такой ни одного церкви ничего нет у них да и о Георгии победоносце это тоже почему не говорят до конца вот он змея какой-то посек но змей это только видение было кому-то что такое было там видение а на самом деле это какой подвиг он совершил он при всех подошел к императору и сказал император как ты можешь знать самых честных и правдивых людей христиан а ты говоришь что они христианин ну и я среди них ну этого-то нигде нету мы нигде этого не видим Георгий победоносец опять этого змея тыкает и все вот змея вот тыкает но он не змея тыкает он Христа прославил при самом императоре если бы это на первую как говорится красный конвой красной нитки проходило именно в его житии так разве бы сейчас вот эти вот Путина и так далее просто так меняли жен свои на молодых нечестие творится от него все начинается как говорится с головы гниется страна давайте прочитаем из оригинала вот прямо из жития святых вот отсюда Андрея это вы Андрея? да послушайте маленько не так но лучше прочитаем 19 августа Андрей Стратилат Андрей был тысяченачальником полковником от него уверовало 2593 война и когда они уходили от преследовавших кто вошли в ущелье и ждали своих убийц к ним обратился святой Андрей встречу друзья братья и дети мои ныне время благоприятное ныне день спасения будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией как повелел нам Господь и не станем поднимать рук наших на преследующих нас но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то что он дал нам до сего времени когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за него и так будем молиться ему как молился святой первомученик Стефан когда иудеи побивали его камнями говоря Господи Иисусе Христе прими души рабов твоих которые мы предаем в руки твои когда они так молились их настиг Силовк со своими воинами обнажив мечи и заскрежетав зубами они как звери кто их Силовк а кто это такой полководец полководец так он был из них одного войска или персидский ну не персидский нет римский конечно римский свои преследовали а своих а что же кто же гвардейских офицеров гвардейские части преследовали свои конечно и дальше так я тут просили этого и так святые же войны так сейчас со своими обнажив мечи и заскрежетав зубами они как звери бросились на стадо Христова святые же воины Христовы хотя как храбрые опытные в бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц но подражая Господу своему как незлобивые акции отдались убийцам своим на заклание преклонив колени колено они протянули шеи свои на заколание под мечи и воины сели без милосердия посекали и в короткое время всех перебили пострадали воскресный день во втором часу дня страница 236 житей в какое время в каком часу история себя сохранила вот пожалуйста ну вот мы видим что в каком звании прибыл ну а в звании то он не остается этот человек да что теперь убийцей а мы видим это по слову Божьему подходят воины благочестивые я понимаю которые страдали душой от того что они делают и спрашивают Иоанна Крестителя еще не Христа а нам то что делать ты всем говоришь а нам то нам ты понимаешь мы же лишь воины и думают ну как он сказал он говорит никого не обижайте довольствуйтесь своим жалованием то есть вот теперь этим воинам надо только молиться о мире всего мира потому что иначе тогда они все равно кого то обидят даже какие то беспорядки у себя ты должен прийти и кого то там задержать там дубинкой ударить а вдруг ты неправильно его ударил попробуй суть тут соверши а если война уж точно согрешишь я представляю как они пошли почесывать хорошо сказал да как же теперь господи да дай мирного неба нам чтобы никто на нас не пошел тогда мы будем жалованием и уже задумались они но он правду им сказал но это в Ветхом Завете но это еще да это еще в Ветхом Завете и в конечном результате так вот сейчас мы допустим милицию принимаем но одно условие чтобы нигде не брали взяток нигде коррупции не было и никого не обижали вот о чем он сейчас сказал а если обижать будут мы договорились сразу будете казнены и они не стали а без этого они и работать не будут это означает он фактически цивильную одежду переодел вот об этом вот об этом то и речь об этом речь идет и теперь дальше у нас в общине если кто пришел погоны могут носить только медики потому что они как военно обязаны но они же никого не убьют они наоборот приносят пользу поэтому у них погоны могут больше никто не имеет права а одно еще там лесники может какие-то сейчас у них тоже погоны ну нас кто может носить Дмитрий Андреевич врач ему майора присвоили Любовь Николаевна может Юля еще кто Надя Муха Виктор Андреевич про него сказали в первую очередь Маша Барабаш тоже все Севастьян еще у него тоже погоны есть Севастьян ну он же сейчас нет он сейчас юрист уже все ну понятно в чем они другого требуют а мне то по форме разрешается пожалуйста дальше вот допустим в магазине работать если в магазине продается спиртное и курево ну это ясно что кто будет ты будешь курево и спирт продавать людям непонятно тоже в таком магазине нельзя работать ну и там что у нас еще какие запреты косметика косметические стрижка женщин стригут стрижки нельзя то есть у нас парикмахеров нету вот сейчас давайте обозрим вот этого у нас ничего нету никого спиртное никто не продает с куревом парикмахеров у нас нет военных нет милиционеров нет возить нельзя возить кого нельзя перевозить спиртное спиртное тоже самое не знаю ну как Нет, ну это ты уже загнул. Тебе загрузили, ты повезешь. Я никуда не повезу. Может быть повезешь, да перевернешь их. Слава тебе Господа. А вот рассказывают, я порассказываю. Георгий Петрович Винц, это Баптистов генеральный секретарь. Много ребенка был на севере. Ну и там же выполнять тоже надо. А уже знали. Его с тремя рабочими назначили. Перенесите вот эти вот там какие-то коробки в магазин. А он сразу чтоет в этих коробках-то. Тебе какое дело сказали носить? Я так не могу. Ну сказали конфеты, а вон те ящики папиросы привезли. Ну он подошел к эти ящики, которые за ним смотрят, говорит, не эти вон те бери. Там про папиросы я вижу и написано. Бери, говорю. Нет, так этим убрали все, так уходите все, его оставьте, попробуй сдвинься с места. Мороз, ночь, он остался у этого ящика, ему уйти нельзя. Вот принципиальность я понимаю. Вот это герой веры. А потом, а потом государство договаривается, на обмен его, его среди ночи поднимают, на вертолет, на самолет, в Москву, я не знаю, дня через два, он с Картером уже выступает, его речь оттуда слышится. Как Господь поднимает? Уже с президентом самой могущественной державы стоит. Ну как Луиса Карвалана-то, на кого обменяли-то? Вот так. Поэтому, доверься Богу. Мы сейчас видим, что очень много надо и знать, и видите, сколько всего, чтобы... И главное, надо пребывать в истине. Вот то, о чем сказал Андрей Кураев у себя, когда он говорил перед аудиторией, что хорошо быть свободным, когда тебе никто не мешает. А сейчас попробуй он выступит с этим. А он сказал все-таки немножко, когда вот это говорит, он говорит, вот как он, говорит, а Мощак говорит, у нас даже более чем, говорит, свободно к этому относятся. А там, говорит, даже волоска нельзя трогать. Он же, говорит, там целое послание, письмо потом, да целое послание, говорит, он там составил на 10 страниц, может больше даже. Там столько выдержек из житей святых, это мы как можем это опустить? Это же из житей святых. Это они могут противоречить, я говорю. Но ты должен сказать так, я антихрист в рясе, и поэтому я говорю против. И тебе больше ничего не останется. Против Библии, против канонов, против житей святых, против трудов святых отцов. И вот он это понял. Я думаю, он как это понял, так там, кто выше сидит, там Максим Козлов его гонит. Они поняли, что с ним не по пути будет, он просто сейчас такого натворит. И они уже заранее знают это, чтобы второго диамида не допустить, динамита взрыва этого. Они, видать, его запретили, а теперь он пускай что хочет, говорит уже. А теперь начали пристраивать голубых каких-то, серебряных там, золотых, это уже нас не касается. Я понимаю, к нему уже как бы пристраивать, что вот из-за этого, да не из-за этого ясно, что именно, что он открыл глаза на правду. Откуда он открыл? Он книги взял и читал. А читая книги, он получил этот заряд, а так как он человек умный, я вот слушал, как он разговаривает. Он разговаривает, его не поймешь, он как шахматист, его просто так не обыграешь. У него, во-первых, много знаний, и он эти знания начинает употреблять. Он стоит перед молодежной аудиторией, и он не тушуется с ними. Он начинает говорить, и видно, что он целенаправленно их пытается направить к Слову Божьему. Ну а там дальше что уже? Конечно, ему сложно. Он все-таки периллюстрирует свои мысли, попробует тут проповедь говорить пламенно, и вдруг у тебя, а епископ, и ты сразу, оп, и ты сразу, притух, у тебя уже там огонечек слабенький совсем. Тебя подкрутить теперь надо Духа Святого, а Дух Святой скажет, так ты же боишься епископа, ты же меня нисколько не боишься. И все, и нету пламени-то. Чем говорить-то? Как воспламеняться-то? По ревности, по Богу. Он в том аудио, он два раза говорит, Игнатию, я завидую. Потом, в конце, я ему завидую, так сказать, он говорит свободно. И вчера в Эхо Москве он два раза это сказал, я ему завидую. Я понял, что это то самое вожделенное им, чего он хочет. Ему уже почти Бог даровал свободу, благослови его, Господи. А я тут маме звоню после этого и говорю, мама, ты же, говорю, явилась этим катализатором, что фаста Геннадия убрали с епархии, с благочиния, и вообще с епархии убрали, просто в священники. Она говорит, а что я такое сделала? Я говорю, ну ты же спросила, при массе, там такая аудитория огромная была, там библиотека Красноярская, там несколько сот людей сидела, ну забито все было. И мама при всех подала записку, ну там, и он читает, кто для вас является, кем для вас является Игнатий Лапкин. И он начинает отвечать. Он не отвечает, она говорит, он сидел. Нет, он не сидел, он стоял, спустился вниз, а там вот так вот идут вверх аудитории. Он подошел вот так к первым рядам, вот так за крест взялся, и говорит, он, говорит, для меня духовный отец Игнатий Лапкин. Вот так вот. Вчера один тоже нападает на меня, говорит, а Игнатий что говорит, я не слушаю. И вдруг я узнаю, что Геннадий в его доме обратился-то, я повернулся назад. Этим словом, мне, говорит, все прежде смелося. Он сильно отца Геннадия уважает, и там у него такие труды. И этого было достаточно, чтобы человек стал, тот же стал другим. По крайней мере в одном вопросе. Ну, вообще-то, по отношению к человеку. А ко мне другое отношение, это значит, к моим материалам другое. А теперь я тебе не нужен, теперь за стол ты уже сел, теперь питайся. В этой неделе большие перемены были. Да, это очень большие. А представьте, что Андрей вдруг приедет и будет у нас сидеть здесь занятия нести. Ну, это будет для нас большое. Мы его пострижем, поговорим с ним, лишний голос, чтобы ушел. И он будет все. Я ему обещал, говорю, я килограмм, говорю, 50 с вас сниму. Он будет настоящий инок уже. Да, конечно. А можно вопрос? Можно? Игнатий Игоревич, а вот он запрещен сейчас в московской подседине? Не запрещен. Пока нет еще. Ничего. За ним нет ничего. Он не на капитре говорил, а в блоге своем, в интернете, как частное лицо. А что тогда с ним сделали? В московской духовной академии, где преподавал профессор, с преподавательской работы сняли его. С преподавательской. Все. Он не преподает, и среди профессорского состава не числится. Они говорят, а профессор он не в нашем университете получал. Я такого даже не слыхал. Что это? Как это? Ну, не в нашем. Менделеев не в нашем. Американским его доктором избирает. В английском избирает. Избирает-то его не рядовым. Ну, он, к примеру, может он, допустим, приехать в Барнаул и здесь преподавать на кафедре в духовном нашем университете. Вот это я не знаю. Ну, не профессор. Допустим, они из профессора его не могут. Он профессор. Я думаю, может. Он не запрещен. Но чем-то жить-то надо. Он где-то должен кормиться. Он говорит, никакой ереси не представили. В московской подразделе. Меня не вызвали. А я, говорит, был там на похороны где-то, он говорит. Вызвали, как бы сказали где-то. А которые за меня голосовали-то там епископы, митрополиты. Почему вы их никого нигде не приводите? А что они говорили-то? Да? Я думаю, это чья-то молитва услышана о нем. Только так отношу. Это Господь взял. Он ожидал свободы внутренней. Он не знал как. А Бог сказал, вот так ты ее получишь. В запечатанном конверте сюрприз. Ну, при любом раскладе, то, что вот он сказал такие слова, даже нафанаил, который, как говорится, унок Гамалиила здесь сидел у ваших, и принял все, и рождение свыше. Это бы на моих глазах происходило. И то не смог признать этого. А Андрей Кураев такое сказать можно, я не знаю, что дальше. Вот у меня какие-то люди были, были такие, которые ушли. И они начинают там говорить, а что я? Ходил на занятия. Да я до занятий в университете без Игнатия все это знал. А ничего не знал. Он в миру жил-то. Я знаю, это катастрофа. Молитва услышана. Он говорит, вот, я шел, а вот тут, вот тут вот в университет, я пришел на занятия Игнатия. Вот отсюда познакомился. А тут-то шел он безбожник. А он уже шел пять лет и говорит, я уже знал это. Знал, Господь его возвращает на то место, где до трещи со мной. И он остановился, какой был. Он отрех, он сам это, он встал, у него ничего нет. И он пошел, и все тяжко. Бог просто отметает его. А отец Геннадий везде говорит, какой он был, как он был у меня. Я был на лестнице, красил там стену, а он краску держал в руках, подавал мне и вопросы задавал. Где бы он ни выступал, он везде подчеркивает, как в доме Игнатия, какие были вопросы поднятые, как он ответил. Как он стушевался и думал, вот это да. Я тогда понял, говорят, у баптистов знание от головы о православных от сердца. Святые отцы. Университетская библиотека открыла перед ним двери. И он там тартуреана нашел, но увидели, что очень интересуется, сразу запретили, доступа до книг нет. Пришел, они не дают, указания дали не давать. Так он рассказывает, как Господь его спас от армии. У него когда-то рука, что ли, сломана была, ну теперь-то нормально. И военком к нему расположен, у тебя же рука не движется, он говорит, а где движется, ну вот так дальше-то она не может двигаться у тебя, показывай. Ну он тогда не стал ничего говорить. А был с бородой, надо постричься. Ну я пошел, говорит, там постричь, пришел, так что ты постричься-то, ну а вот. Так борода и осталась. И баку они взяли. Люди платят изиатку, а баку он ничего не делал. Он просто вот, как шел его Господь Бог, так и вел. Но, 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 Кураев к нему очень хорошо относятся. Андрей Кураев. За отца Геннадия он заступался, когда его Антоний там начал давить. Очень сильно заступался. И этого Андрея Кураева на моей форме я все перенес в фаст. Где это? Так. У меня есть ролик Геннадия Фаста. И вот одна женщина прослушала его, она у меня его скачала и прослушала. И пишет комментарий, такой приятный. Слушаешь и не наслушаться. Геннадия Фаста. Что там? Геннадия Фаста. И как раз я хотел сказать, вот Геннадий Фаст, он писал, говорил о рождении свыше. Вот Игнатий Ильич напечатал. И это пьян. Как он был маленький совсем, потом юный, потом уже парнем. И он пишет о себе, как он искал Христа. И я думаю, что вот эта чистота его поиска, она его довела до такого состояния, совершенно правильного состояния. Как говорит Давид в своих псалмах, что я даже тому клятвы не изменял, даже злому не изменял в клятве своей. Вот как должно быть, христианин должен поступать истинно. Если в Ветхом Завете так поступали, то мы-то уж обязаны идти до конца. И он, вот это сохранивши, Господь ему дал продвинуться дальше. Вот это у него настоящий поиск. И, как говорил-то апостол Петр, переходите от веры в веру. Он действительно, ну, как бы вот это берем, то, что он был в Менонитах, это была его часть веры, начальная ступень. И дальше он прям перешел в истинную православную церковь. Так можно еще в православие переходить выше. Ну, то о том, что Игнатий Ильич говорит. Вот эта ступенька. Нужно просто признавать все. А здесь такие проповеди. Человек говорит, так ему видно, что от сердца действительно говорит. С чистой душой. По слову Божьему. Ну, кто не верит, пожалуйста. Меня всегда вот это удивляло. Все, что вот иногда что-то как скажут. Мне как раз об этом. Вы почему не проверяете-то сами? Ну, вот не, верите. Начинаешь говорить. О, да ты такой, мы знаем тебя. Ты как начнешь, от тебя все убегут. Вот, вот придите сами, да проверьте их. К любому священнику подходите, разговаривайте с ним. Только до конца. Не надо там замасливать, благословение, ручку нацеловывать ему, его замазывать маслом. Начните вопросики сразу, которые вас интересуют. А то начинайте. Благословите батюшку, зацелуй батюшку. Тот уж стоит, разомлеет, как щенок этот, когда ему за ушками. Ну, ладно, теперь что хочешь говорить. Да это ничего, это нормально. Вы понимаете? А когда начинал Игнатий Тихонович с ними говорить до конца, ну, они тут и открывались все. Не сравнил. Что? Нас и Игнатий Тихонович. Не, подожди, вы один вопрос отрабатываете, а Игнатий Тихонович тоже, как говорится, в Москву не сразу строился. Ну, они священники, а мы-то кто с ними отрабатывать? Ага. Они с нами разговаривать не будут, даже отвернуться и все. А, ну все, тогда милости просим к нашему шалашу. Тогда не нужно, как говорится, маленькими языками, вот как тут говорится, из-под это, из-под бревна в их раздвоенный язычок свой высовывать. Тогда слух, так, тихо, стоп, что такое-то у нас? У нас невзяток, вы чего? Простите, это я сказала про священника. Подождите, вы вот так руку поднимайте, я вас научу. Руку вот так поднимите. Хорошо. Поднимайте руку. Все, говорите. Нет, говори, не хочу. Я сказала, что у нас священники, имя, пробовали, говорите, они сразу, или ты слишком много знаешь, или кто ты такая, и поворачиваются, и уходят. Ну, конкретно священника назовите хоть одного, да и все. Есть у нас такой один, Максим. Это где, в Осенниках? В Осенниках. В Осенниках, Максим, ясно. Настоятель храма? Настоятель. Какой храм? Елинский храм. Елинский, как все? Так, слой Божий написан, если священник неправильно, то есть священнописание неправильно толкует, надо, мирянин может его обличить. Если он неправильно толкует священнописание. Вы про канон какой-то хотите нам сказать? Нет. Священнописание. Вообще, если священник толкует неправильно, точит неправильно, не по священному Евангелию, как написано, значит, надо его обличить. Может обличить. Нет, ну то, что обличить, понятно. Нет, ну то, что обличить, понятно. Может. Мирянин может обличить этого священнописания. Ну, было слово. Как я сказала. Тихо, тихо, тихо. Я сказала однажды, один священник учит, значит, толкование, этого, откровения. И совершенно неправильно. Ну, я же вижу, чувствую, я читаю. Итак, 22 стих. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Надежда Васильевна, сидись. Итак, блаженный Феофилат толкования. Свободным называется тот, кто освобожден от рабства. И так говорит, ты, который уверовал в состоянии рабства, ты свободный Господа. Ибо Христос освободил тебя от греха и от онного внешнего рабства, хотя ты и раб. Кто не покоряется страстям, имея душу благородную, тот не раб, хотя и кажется таковым. С другой стороны, иной свободным призван к вере. Такой раб Христов. Итак, если название рабства возмущает раба, то пусть уразумеет он, что он сделался свободным во Христе. А эта свобода гораздо важнее человеческой. Опять, если имя свободы надмевает свободного, то пусть уразумеет такое, что он раб Христов. И смирится, представляя, что он подчинен такому владыке, ну, с большой буквы владыка, и должен угождать ему. То есть Богу. Видишь ли мудрость, с какой дает апостол, наставление рабам и свободным? Ну, как бы мы об этом-то уже и говорили. Давайте дальше прочтем. Видите, мы успеваем еще и вперед проникнуть. Ну, Господь дарует. Полтора часа. 23-24 стихи. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Толкование блаженного. Это говорит не к одним рабам, но и к свободному. Вещевая всех христиан, ничего не делать для угождения людям и не повиноваться им, если их повеления противозаконны. О чем как раз сестра говорила, наша старшая. Вот что значит купленным от Бога быть рабами человеков. Не к тому убеждают, чтобы рабы отпадали от своих господ. Нет. Но видно из последующих его слов, в каком звании кто призван, в том и оставайтесь. И так далее. То есть, если кто призван и в состоянии рабства, в том пусть и остается. Пред Богом присовокупил для того, чтобы через повиновение беззаконным владыкам не отпасть от Бога. Заботиться о том и другом, то есть, чтобы с одной стороны под предлогом повиновения Богу рабы не отпали от владык, а с другой, ну, от господства их, от хозяев, оказывая своим хозяевам сверхдолжное повиновение, не отпали от Бога. Ну, что интересно, рассуждение у апостола Павла, он как зацикленный какой-то. Вот только одно, мы живем временно, и поэтому никакого значения не имеет. В рабы попал ты, или где-то в яме у чеченцев сидишь, прикованной ногой за цепь. Не имеет значения. Это временно, это такое короткое. С этой позиции неуязвим человек делается совершенно. Вот только смотри на то, вот это временное, оно тебе отпущено, а ты не знаешь, 70 лет или 80 при большей крепости. И поэтому, что бы у тебя ни было, ты только одно думаешь, как от Бога не отпасть? Как бы в этот промежуток вложить всю силу любви к Богу? Он только об одном толкует. И тогда никаких революций не надо, и никаких митингов не надо, не надо с плакатами идти. Бог дал мне это, я это принял. Так тогда они что сделают-то? Ничего они не сделают. Вот в чем дело-то? Есть такое одно государство, они вот так же вот стали, я думаю, что это верующий был президент. И он говорит, вот мы у нас, куда средства-то идут? Налоги собираемся? Да куда армия-то все пожирает? Оружие закупаемое, корабли. Он говорит, а нельзя ли без оружия-то как-то это? Ну армия-то все пожирает-то. А чтобы эти, которые молодые юноши-то, шли училия с университета, образование бы поднять как-то, медицинское обслуживание. Это же миллиарды идут туда. Да-ка на нас соседи нападут. А может не нападут. И он так и сделал. И уже сколько лет ему Нобелевскую премию присваивает, кажется, Коста-Рика. И ни одно государство на их не нападает, и армии нету. Ну внутри полиция там есть, которая за порядком смотрит. Вот и все. Доверился Богу. И он уже старый-старый. Его везде призюди, его везде тащат, он сидит, и он как живая реликвия для них. Он сделал то, что ни один человек не делал. И показывает молодежь, все веселые, все целые, никто не воюет, никого не убивает, идут юноши, все в университете, государство такуровое жизни поднялось сразу. Вот и все. Нам не хватает вот этого, довериться Богу. И все, война, кого-то выискивают, православные, еретиков у себя, ничего не знают. Друг друга истребляют буквально. Даже в верхах, епископы друг друга хватает. Это самые истребляющиеся нации. Нам нужно просить у Бога мира, в душе у себя, с собой разберитесь. Там Христа нету, в храме его не повесишь на иконку. Ты прими его, им живи, пропитайся Духом Божьим. Господи, а как тебе угодно, так и будет. Вот сейчас приехал ко мне, вот сидел здесь с сыном, я его не узнал, я думал, это второй сын, это Сережа в лагере был, он из Рос. Он был такой, а видели, вот какой? Он даже лицо сменился. В плечах-то видели, какое? Да. Я забыл спросить, это означает, никогда пиво человек не пил. Когда человек пьет пиво, он делается женообразным. У него здесь узко, а книзу, как у женщины, шире. Ну это Жданов об этом говорит, а мужчина наоборот, в туалет, когда рисует вот так, восклицательный знак, а когда женщина опрокинутая, понятно где-то, видишь, какой он здоровый-то. Его в школе, вот этого Сережу, или в школе, или где-то признали самым по здоровью, врачи осматривают, самый здоровый. Он такой в отца крепыш, и везде все делал, в лагере был. А сейчас он быстро растет, и я его не узнал. Я думаю, это второй его сын. А второй сын, он его Антоном звать. Даже я его не признал, он из Рос. Но он лицом другой стал. Лицом другой стал. И вот он пришел и говорит, я еду в Потеряевку. Я говорю, Володя, подожди, а зачем ты едешь? Батюшку везу. А ты, батюшку, прямо-то не пройдешь, а мы попробуем. Ну вы застряли, пробовать уже нет. Да вы сидите. Прошла метель вчера. После этого никто не ездил. Это громадный риск. Там ямы такие, тебе не выбрось, ты ничего не оттуда никак. Что ты будешь делать-то? Тут ты едва ее завел, лендровер свой. Ты можешь сделать доброе дело. Батюшку дуривку довези, за ним там приедут, на снегоходе, и домой. Ты-то не езди туда. А батюшке не за чем ехать. Завтра у нас служба, и он бы провел здесь. У меня свои дела. Понимаете как? Мы не сходимся здесь. Батюшка должен был бы здесь. Ну, он сказал, я отступил. Не вози его туда. На санях, тебя продует, и ты вообще никакой будешь. И пацаненок-то зачем будет? Ну не знаю, как к батюшке-то. Ты реально, понимаешь, не за чем тебе ехать. Потеряки три дома. Ты приехал зима, нигде никто никому не ходит. Ну к батюшке в дом зашел. Здравствуйте. Ты нужен летом ремонтировать технику. Он мастер высочайшего класса. Любую технику надо поставить. А здесь он должен был бы. Комбайны, трактора, мотоциклы. Для него разницы нету. Он приезжает, все на ноги поставил по теряки. Не езди, Володя. А сейчас батюшка тогда, видит, он батюшке сказал, батюшка пришел, помолился, в дверях встал, ну благослови меня на дорогу. Батюшка мне говорит. Я говорю, а что, поперек пути что ли стал-то, он смеется. Володя, а Володя голову отвернул, тоже смеется. Ну же сговорились. Заговор. Ну давайте молись. Собачка, ну ты молись. Ну я стал просить благословения, как у Товии. Помолились. Понимаешь? Ну и все мирно разошлось. Ну я Володе все сказал. Ты бы посидел здесь. Ты в интернете работаешь. Нет, я совсем не подхожу. Вот как Петеримов Толе. Да разве можно в интернете не подходить? Я его подвел, показывал. Смотри материалы какие. Ты это знаешь, не знаешь. Я другое, не знаешь. Третье взял, не знаешь. Ничего ты не знаешь. Одни холодильные установки там на машине ставят. Он этим живет. Он директором стал сейчас. Надо заниматься. Ребенок занимается. В интернете нужны работники. Это Бог дал такое счастье. Вот сейчас мы пошли, а у меня уже закачка идет. Утренняя сейчас уже в интернете стоит. Кто-то там дернул шнур, разбило на две, и теперь будет две. А нас соединять я даже боюсь. Два ролика получилось. Тут дернули, она выскочила, и никто не видел. Теперь надо, чтобы на каждом, где у него что-то выдергивается, по одному сидели, вот так вот руками держали, чтобы не выдержать. Вот так вот. У нас лилей много. Ты поняла? Скотч ему закручивать надо еще. Поняла, говорю, или нет? Садись сюда рядом. На, держи вот так рука, чтобы не выдержать. Вот сюда вот, туда сядь. Чего ты меня застрелил? Такая широкая. Держи. Вот так, держи. Вот так и все. Так и сиди. Видишь, сколько я тебе работников дал? Спасибо. У вас за скольки? До двух? Да. До двух у нас? Да. Так. Полтора часа. Так, еще четыре минуты, давай. Двадцать пятая стих. Первая Коринфянам, седьмая глава. Относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. А вы знаете, что он чуть не женился, Павел-то? А иные исследователи находят, что он был женатый. Ну да, находят. А мы так привыкли, что не женаты. Привыкли, что Иосифа рисует старый, с бородой, семьдесят, там, пять-шесть лет, а ей четырнадцать с половиной. Ну, все нормально. Но откуда-то известно-то? Нигде не известно. А то все предание. А когда мы видим, Иосиф молодой, везет ее, нам это... Я не говорю, что он жил с ней, но почему именно старец? Ну, потому что четверо детей у него было, как по преданию, опять же. А четверо детей уже в возрасте. Что интересно, в возрасте. Не в возрасте дело, а в предании. А предание появляется после этого события, через девять веков, допустим. А через девять лет, если не записано, еще через девять дней не найдешь. Уже свидетелей нету. А как узнать? Был, не был. Ну, где Гитлер жил? Там-то. У него собака. Найди, где эта его собака? Ее нету. У Гитлера нету, Евы нету. Знания разрушили. Где их вешали? Все стерли, там сад разбитый. Ну и все. Я в Юльбергеновиче был. Где фашистская верхушка была повешена. Я на том месте был. Интересно. Мы никак не можем найти. Полицию остановили. А полиция сидит так. Ну, а я подошел. Я порядки-то их не знаю. Я ему бумаги по-немецки составлю. Показываю, где находится национальная библиотека. Он начинает говорить из кабинки-то. А я маленько наклонялся в машину-то. Его на руку ему навалился. Он сразу меня встряхнул. Полицейский-то. Я думаю, нельзя так делать. А теперь посылали мы в Германию. Поблагодарить, что нас милиция там задержала за какое-то нарушение-то. Николай-то где он здесь? Душил. Его тогда поставили. Николая за руль-то. Он с ними сфотографировал-то где? Вот. И пришло уведомление. Ты посылала. Пришло из Германии. Вот так. Мы послали полиция. На вас? На вас пришло? Да. Уведомление наше, которое к конверту приклеивается. Там печати оттуда вернули назад, чтобы письмо получили. А мы послали письмо на немецком, на русском. Поблагодарили, какие в Германии хорошие полицейские. И фотографию, что мы с ними сфотографировали, послали. Главное, они стоят все одинаковые. Николай стоит такой же, только без формы. Как будто один из них. И они никакие не фашисты. Улыбчивые ребята, веселые такие. Сейчас только форму надели, каску на голову. Фашисты можем убивать. Да не дай бог, господи помилуй. Вон она, смотри. Да, о бороде. Если разрешите. Ну, не долго. Ну, две минуты. Так, одна минута. Информацию новую вот услышала. Там вопрос, вот, за бороду-то все цепляется, цепляется во вчерашней информации. Да. Ну, и вот там, говорит, одна пишет, что, да как где же, в Писании же об эраде вообще ничего не сказано. А мужик ей один там отвечает, ну, как не сказано. И он не взял Ветхий Завет, а берет Новый Завет. Я сижу и думаю, да ковнул он Завете, правда нет. И вы знаете, как он интересно ответил? Есть. Вначале было слово. Слово-то с большой буквы. И слово было у Бога. И слово было Бог. А Бог воплотился. И что вы думаете? Бог был, Христос был без бороды. А Он сам слово. А Он сам слово. Так вы что думаете? Само слово, сама истина была без бороды. Сам Бог пришел без бороды. Это же не слово было бы, а искаженный образ. Вот представляете, какая это... Мне так было интересно. Так, вот теперь вопрос я хочу задать. Все, пожалуйста, еще раз. Все, оставься. Болимся. Уже полминуты потратили с дырья. Как бы это не переборщить. По часам не дай ровно. 25-е. Дорогой мой, всяковая истину, Можи сетя, благородицу, Присновла женую и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую херубин, И славнейшую без сравнения серафим, Без искления Бога слово ручшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец Небесный, мы просим, Прими нашу молитву, Благодарим Тебя за чудо воскресения Твоего, Что дал Вам веру Твою святую, И о чем мы рассуждали устрои, И брата нашего диакона Андрея, Благослови Максима, И всех помогающих нам, И парализованных Сергея, Благослови священников Томских, И всех друзей наших, И на врагов пролей мир, Благослови правителей в этой стране, Дай мир, Обрати их, дай им страх Твой, Патриарха благослови, Епископов и священников, И всех приведи до желаемой пристани, Тебе Боже слава, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Богу слава. Во веки вечны. Аллилуйя. Ты сейчас снимаешь, нет?